Скажем, слава Господу! Наконец-то в Сибирь пришло лето. И сегодня тепло, да? Хотя некоторые, наверное, которые сидят, мы видим, там им жарко. Наверное, скажут, можно было бы маленько тепла и убавить, да, сегодня. Но так уж мы с вами устроены. Кто-то любит прохладу, кто-то жару. Но мы не избалованы жарой, поэтому давайте мы будем... Скажем, слава Господу, что лето все-таки наконец-то пришло. И мы должны вообще ценить. Ценить и каждый день, если дождь или что-то приходит в жизни, да, мы должны ценить и радоваться каждому дню. Так говорит Священное Писание. Вы знаете, мы приехали вчера с Новосибирска, Братская, и там деканиса, сестра в Новосибирске подошла ко мне и сказала нехорошую весть, неприятную. У нее сын, у нее сын, с которым мы в семинарии учились и полгода жили в одной комнате. Вот такой хороший брат, искренний христианин. Ушел в вечность. И знаете, мне так, я все братское сидел и все думал, думал, и так, знаете, и никак не мог, ум не просто не соглашается, не может поверить, что тот человек, с которым как бы были хорошие отношения, жил, все, трудился, пастырь в церкви, открыл церковь там в Новосибирске, вот, и в 46 лет, оставив пять детей, ушел в вечер. Остановка сердца и ушел, вы знаете. И я вот так думаю, Господи, а мы бывает чему-то не рады, не довольны, а может быть сегодня мы живем последний день, и может быть нам надо порадоваться, что все-таки сегодня мы с вами живем, мы дышим, мы видим друг друга, мы можем греться от тепла, мы можем слышать Слово Божие, мы можем приготовлять свои сердца, потому что может быть сегодня ты и я живем последний день, друзья мои. Поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы работали и трудились над своими сердцами, и мы для этого сами сюда и пришли, правда, чтобы в этот воскресный день, прославив Господа, что-то от Него получить, еще что-то услышать, чтобы взвешить себя, взвешить себя, а в правильном ясостоянии сегодня братья говорили, потому что Он печется о нас и готовит тебя и меня в вечность, слава Иисусу, которая нам обещана, и мы есть жители неба. И я хочу обратить наше внимание на слова Священной Писании, которые записаны пророка Иеремии 29 главе, уже очень знакомые нам слова. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. «И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь. И возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Итак, Священное Писание говорит, «Бог говорит народу израильскому, ибо только я знаю, какие намерения имею о вас. Намерения во благо, а не на зло». И он далее говорит, «Защите меня, и я буду найден вами». И мы знаем, что если непосредственно обращаться к этому месту написания и к историческому моменту, это слово говорится к народу израильскому, который отступил от Бога. И, как правило, мы проповедуем или слышим эти слова к людям отступившим, да, или к людям, которые не знают еще Бога. Бывают и на евангелизациях. И на евангелизациях проповедники употребляют или так опираются на это слово, да, что надо взыскать Господа, и тогда благословение Божие придет. И мы с вами понимаем, что во время Ветхого Совета взыскать Господа, это означало восстановить Божие благословение, восстановить покров Божий, ограду Божию и даже сохранить свою физическую жизнь. И мы читаем такие слова, у Амоса написаны, это 5 глава, 4 стих. «Ибо так говорит Господь Дому Израилеву, защите меня, и будете живы». Друзья мои, но сегодня я не хотел бы говорить о нашей физической жизни, потому что Слово Божие несет нам духовные ценности, правда? И если мы с вами, вспомнил слова Священного Писания, написано в Новом Завете, «И нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, и делам нашим, Он оживотворил». Когда мы с вами пришли к Господу, открыли свои сердца, призвали Его, Он нас оживотворил. И когда читая это место или слышая эту проповедь, анализируя то, что Бог в тебе и во мне произвел, я думаю, что каждый человек из нас, он сказал, «Точно, точно Он меня оживотворил, точно Он мне дал жизнь, я стал другим человеком, у меня стали другие ценности, у меня стали другие желания, друзья мои». И Священное Писание говорит о другой жизни, и Священное Писание говорит о вечной жизни, и Священное Писание говорит о духовных ценностях, которые человечество призваны обогащать и обогащают. Слава Иисусу, друзья мои! И, наверное, если бы нам кто-то задал вопрос и сказал, как вы можете выразить человека, в котором есть духовная или Божья жизнь, или духовная жизнь, то мы, конечно, бы вспомнили свое обращение и Словачье Написание, и мы бы стали, наверное, говорить. Этот человек, этот человек, он всегда в церкви, да? Он всегда стремится быть церковью, жить церковью. Какие бы периоды жизни в церкви не проходили, радостные, благословенные, скорби, гонения, этот человек живет жизнью церкви, правда? Мы бы так бы сказали. Мы бы сказали, этот человек всегда желает славить Господа. Мы бы сказали, этот человек, этот человек, он любит молиться, его всегда влечет на молитвенное служение. Этот человек, его влечет в Слово Божие. Он его читает, размышляет. Он не мыслит просто в другой жизни, без того, чтобы думать, размышлять, читать, знать и исполнять Слово Божие. Друзья, мы бы сказали, что этот человек, этот человек, проходя жизненные трудные ситуации, которые вдруг неожиданно приходят, он имеет силы их проходить, не отчаяться, не озлобиться, не обидеться. А он проходит, он проходит, и может быть даже сам служит утешением для других, хотя может быть ему больнее всего и тяжелее всего, да? И мы, наверное, многое-многое, чтобы начали говорить об этом человеке, как эта жизнь внутри, как написано в Писании, о людях, которые не имеют жизни в себе, пребывающие, да? То есть эта жизнь, как она проявляется. Мы бы еще многое-многое все говорили. Я хочу сказать, друзья, а мы себя взвешиваем по этому Слову. А всегда ли мы таковые? Всегда ли мы прощаем, когда нас обидели? Всегда ли нас тянет идти на служение, и мы туда летим, как после дней обращения своего? Всегда ли нам легко молиться, и мы молимся? Всегда ли мы читаем с вами Слово Божие? Вот, друзья мои, мы себя можем взвешивать. И если мы будем искренни, все мы здесь, и я первый, скажем, нет, не всегда, не всегда, друзья мои. Итак, мы, взвешивая себя на правде, на Слове Божьем, мы можем видеть себя, свою жизнь, свою внутренность, друзья мои. И сегодня брат передо мной, он проповедовал, говорил, что Бог, который занимается твоим и моим спасением, он нам показывает в жизни, он что-то позволяет приходить в нашу жизнь, он нас проверяет, проверяет. И это он делает именно для того, чтобы мы с вами готовились в вечность, освещались, духовно росли, богатели в Бога, друзья мои, и он этим занимается. Но, друзья мои, я хочу сказать о том, Священное Писание нас говорит о том, что тот, если взять пример народа израильского, тот народ израильский, который был благословен, храним, были периоды, когда он отходил от Бога, и это благословение теряли. И мы с вами знаем Новый Завет, и примеры нашей сегодняшней жизни, или своего состояния. Бывает время, бывают периоды, когда не просто нас не тянет молиться, когда не просто нас не тянет читать или в служение, или не просто нам тяжело смириться, когда нас обидели, или когда что-то не в рамке нашего понимания касается нас, или мы чего-то свидетели, друзья мои, а бывает даже на то, что мы не хотим прощать. Мы не знаем, что надо читать, мы не хотим читать. Нам надо помолиться, мы не хотим молиться. Надо идти на служение, мы не хотим ехать. Друзья мои, такое может быть, такое бывает. И Священное Писание говорит о том, друзья мои, что взыщите меня, и я буду найден вами. Взыскать. Взыскать это значит не поискщите меня, а взыскать это значит найти. И Священное Писание говорит сегодня так же через, как и на Ветхого Завета, чтобы жить. Друзья мои, и так мы с вами можем анализировать, что в нас Божья жизнь не всегда есть. Мы можем ее растрачивать, мы можем, как написано, имеющий вид благочестия, а силы его отрекшие, мы можем иметь благочестие. Или, как написано в Откровении, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв, друзья мои. И Священное Писание говорит, что такое может быть. И Священное Писание говорит о том, чтобы мы поправляли свои светильники. И взыскать Господа уже сегодня для нас, это не значит однажды примириться с Ним. Заискать Господа нам нужно каждый день. И мы должны себя анализировать. А способность, есть у нас, о чем я говорю, способность снисходить, прощать, друзья мои. Есть у нас способность эта. И если мы не находим, что мы должны сделать? К какому осознанию или пониманию мы должны прийти? Мы должны прийти к осознанию, что во мне нету полноты Божьей жизни. Поэтому я не могу прощать, поэтому мне неохота молиться, поэтому мне неохота смиряться и так далее, и так далее. Мы должны прийти к осознанию. И что сделать? Мы должны взыскать нашего Господа, друзья мои. Мы должны взыскать нашего Господа. Мы должны идти на бессоединяющиеся с Господом. Есть один Дух с Господом. И только одно может быть, мы должны прийти к одному ответу. Если мы не видим себя, не способны, или как сегодня брат перед нами говорил, это о том, что у меня недостаток Божьей благодати, присутствие Духа Божия внутри, в моем сердце. И что я должен сделать? Уныть. Что я должен сделать? Я должен, друзья мои, взыскать Господа. Священное Писание говорит о том, кто, будучи обличаем, ожесточает свое сердце, тот внезапно, что сделает? Сокрушится. Кто ожесточает свое сердце, тот внезапно сокрушится. Друзья мои, но Священное Писание говорит, не просто так вот, защите меня. Священное Писание говорит, как мы должны взыскать себя. И я обращу наше внимание на слова Сафония. Это 2 глава, 3 стих. Начало 3 стиха. Защите Господа все смиренные земли. Защите Господа все смиренные земли. Слово Божие не говорит о том, что просто человеку нужно взыскать. А Священное Писание говорит, как мы должны взыскать, чтобы получить. Вы знаете, потому что часто приходится беседовать с христианами, с пожилыми, с взрослыми, с молодежью. Приходится беседовать с христианами, которых уже долго во Христе. И они не удовлетворены своей духовной жизнью. А они приходят, почему Бог меня не отвечает? Я столько времени его ищу. Я пощусь. Я молюсь. Он мне не отвечает. Я его не знаю. Человек много лет верующий. И он может говорить, я его не знаю. Я его не переживаю. Он мне не помогает. Он имеет неудовлетворение в духовной жизни. Друзья мои, но Священное Писание говорит, не просто нужно взыскать и хотеть, а нужно взыскать правильно. Я хотел бы сегодня обратить только на один момент. Это на смирение. В Писании написано в защите Господа все смиренные земли. Друзья мои, мое сердце должно быть в определенное положение прийти, чтобы я взыскал Господа. Это единственное положение, с которым я могу взыскать Господа. И Он ко мне придет, друзья мои. В Священном Писании написано, книга Иова, восьмая глава, с пятого стиха. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Я говорю уже о тех духовных ценностях, которые Он нам приносит. Друзья мои, не о нашем быте, не о наших деньгах, не о нашем с вами плоской жизни стороне такой физической. Если у тебя нету способностей любить, снисходить, покрывать, у тебя мало. Но если ты и я в смирении приходим пред Господа, свое сердце правильно полагаем, друзья, то у тебя было мало, но будет много. Потому что Бог наполнив тебя, даст тебе способности простить, снизойти, смириться. Скажите, пожалуйста, ну, не для того, чтобы вы мне отвечали, а для того, чтобы вы сами подумали, когда мы пришли к Богу, когда мы действительно ухватились, да, Господи, и Он нас возродил, поменял. Скажите, тяжело было простить? Ну, кому-то, может быть, и было тяжело. Я не знаю, разные ситуации. Бывает, что люди какой-то период, пока исповедания не пройдут, там они не способны. Но, как правило, как правило, друзья мои, людям легко прощать измены, предательства, оскорбения, проклятия. Потому что настолько люди возлюбили Господа и захотели Ему служить, настолько они смирились пред Ним, что Бог возродил, дал им свободу и власть прощать, друзья мои. И это правда Божия. Друзья мои, но вы знаете, я не раз отмечал, когда человек, проживя какие-то десятки лет уже во Христе, имея такое резко бурное перевозрождение, в какой-то момент не способен прощать. Когда пришел, был младенцем, ему было легко простить. Когда он уже много лет во Христе, ему он не может простить и ходит, съедаем, обидами, или непониманием, или несогласием, или противлением, или еще что там, друзья мои, по одной простой причине, что Господа нужно не один раз в жизни взыскать, а мы искать Его должны каждый день. Мы должны анализировать, что у нас в сердце происходит. Помните, на семейном служении я говорил тему, о тему, о конфликтах в семье. И я говорил о трех периодах. Я говорил о первом периоде. Как он назывался? Как я его назвал? Кто помнит? Экзамен. Брат Петр плохо говорил, никто не запомнил. Я говорил, этот период был первый предконфликтный. Когда муж и жена, муж или жена, встречаясь, приходя или к этой ситуации, вставая там утром рано, они внутри видят себя, недобрую природу, скажем так, состояние. Бывает, говорят, с левой ноги там или встал, да? То есть, когда муж приходит с работы, и там что-то, может, резко сказал, да, или он уже приходит, уже, скажем, его завели там на работе, обстоятельства, он не пободрствовал, да? И он еще жене ничего не сказал. Ни доброго, ни худого. Но он внутри уже имеет, имеет недобрую среду, недоброе состояние. Это приконфликтная ситуация. Друзья, она уже там началась. Она там, и вот этот самый первый момент, когда надо бороться, надо молиться, надо плакать, надо нуждаться, а вообще лучше, братья, если идете с работы, и у вас там уже внутри все горит, вы должны домой приступить порог, победив все это со Христом и благодатью Божией. Я такой в жизни переживал, хотя переживал, и когда не мог справиться, и переступал в разном состоянии порог. Друзья мои, это не совсем хорошее состояние. Поэтому я говорил об этом, друзья мои, и сегодня, сегодня я говорю о том, что так же и духовно. Мы должны каждый день себя взвешивать и искать Господа. И если внутри у нас дискомфорт духовный, нам все не так, мы видим, что жена неправильно отреживает, то еще обстоятельства, правительство, они нас не заботятся. И меня внутри идет этот процесс. Что я должен сделать? Это не просто так. Это говорит о том, что я опустел. Это говорит о том, что нет во мне жизни, или нет в той мере Божьей жизни. Я должен взыскать Господа, друзья мои. Я должен взыскать Господа, чтобы благословение Божие, оно пришло. Написано, «Взащите меня, чтобы жить, друзья мои. Да благословит нас Господь!» Я могу быть хорошим тружеником, я могу быть проповедником, я могу быть служителем, я могу быть учительом воскресной школы, я могу быть сосудом, я могу быть просто простым членом церкви. И у меня есть какие-то желания послужить, что-то сделать. Но если у меня внутри нету смирения, друзья мои, мои усилия, казалось бы, правильные, они будут действовать на разрушение. Вы со мной согласитесь? Кто в семье, муж или жена, хочет разрухи? Чтобы ругаться, чтобы все разваливалось. Кто хочет? Никто не хочет. Все хотят устройства. А получается, бывает, после наших бесед или споров. Разруха, правда? Мягко сказать. Почему? Потому что нету внутри той природы. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Для этого что мне нужно? Мне нужно взыскать Господа. Мой дух должен соединиться с Духом Божиим. Вот тогда я буду устроителем. Вот тогда я буду способен. Потому что мы, как Павел говорит, не имею сам в себе ничего доброго. То есть в плоти своей. Друзья мои, поэтому нам нужно взыскать Господа. Чтобы Бог благословил. Чтобы Бог наполнил. Что мне нужно всегда себя взвешивать и быть в таком состоянии жажды и искания, друзья мои. И если мы перестаем над собой работать, то только разруха за нами будет идти. Никакие наши добрые усилия не мечаются успехом. Я Богу буду проповедовать, а вас буду стягать. Потому что внутри у меня, ну скажем так, отрицательная энергия. У меня нету полноты Божией. И даже если я буду у вас что-то доброе говорить, оно все равно будет не вкладываться в ваше сознание. Потому что ведом я буду. Ведом я буду совсем другой природой, друзья мои. Поэтому Священное Писание говорит, защите смиренные земли. А в другом месте сказано, он живет со смиренным и сокрушенным. Для чего? Чтобы оживлять дух смиренных. Слава Господу! Он живет, когда мы смиряемся, друзья мои. Вы знаете, и бывают такие моменты. Не раз бывали такие моменты. Ну, между двумя людьми. В семье ли это? Или еще с кем-то. Между двумя людьми возник какой-то серьезный конфликт. И конфликт какой-то зашел, уже пошло огорчение. И когда мы вникаем и призываем к молитве, я не раз замечал, когда говоришь человеку, надо смириться, давай будем молиться. Друзья мои, хорошо, давай будем молиться. Как только он стоит на колени и стоит молиться Богу, это само смирение. У него слова идут, Господи, я тебя люблю. Господи, ну это все само смирение. Как только после молитвы встал, ему говоришь, прости. Не прощу. Скажите, это смирение? Написано, «В защите меня все смиренные земли». С одного источника не текут две воды. Если я не могу смириться пред ближним, я, значит, не смиренный перед Богом. Мое естество не смиренное, а гордость, она не может взыскать Господа. Написано, «В защите все смиренные». Гордость не может Бога взыскать. Это разные природы. Поэтому, друзья мои, мы сегодня должны взвешивать и анализировать. Брат сегодня говорил, «Да, случилась ситуация, я не мог простить, я обиделся на него. Но тогда, когда я прихожу в молитве, и я молюсь, Господи, я не могу его простить. Но ты мне помоги, я не хочу, чтобы это было во мне». И когда у тебя внутренний зов, и написано, если... Иова написано, я прочитал эти слова, «Если ты чист и прав, он ныне же станет над тобою». Он придет, если у тебя было недостаток или мало, Он тебе даст весьма много. Слава Иисусу! Когда я хочу поменять, я не мирюсь со своим состоянием. Я не оправдываю, как мы с одними людьми встали на колени, тоже проблема между ними, никак не можем их примирить. Встаем, молимся. Давайте будем молиться. Уже говорили, не достигай, давайте будем молиться. Встали на колени. Молись ты, молись ты. «Господи, ты знаешь, как смирять гордых» и так далее. Не про себя говори. Скажите, такая молитва будет услышана? Нет. Если он так бы говорил о себе, «Господи, я такой гордый, ты знаешь, как меня смирить». Бог бы сразу пришел на этой молитве, слава Иисусу, и дал ему силу и власть любить и прощать. Но когда мы над собой не взвешиваем и не работаем над своими чувствами, а мы даем место, мы Вадимы, мы Вадимы, друзья мои, и если мы еще и удержим такое состояние, если мы свыкаемся с таким состоянием, если мы живем с таким состоянием, то говорится, что будучи обличаем, он внезапно сокрушится. И бывают люди спрашивают, «Как так? Такой христианин упал? Как такая христианка упала? Как так? Столько лет она столько жертвовала, она такая была хорошая труженика, и она упала». Да по одной простой причине пришло уже источение, и Священное Писание говорит, «Преднезапно сокрушится». Так говорит Священное Писание. Поэтому мы должны взвешивать и работать своими сердцами, друзья, и искать нашего Господа. А Он сказал, «Только я знаю, какие намерения имею о вас. Намерения во благо, а не на зло». «Слава Иисусу». Друзья мои, во благо. Когда мы смиряемся, это во благо, друзья мои. Когда мы покоряемся, это не умоляет нас. Это нас в Божьих глазах возвышает. Когда мы не стараемся доказать правду, чтобы меня услышали. А когда я во всем смиряюсь, Господи, значит, что-то Ты делаешь, друзья мои, то приходит благословение, и приходит жизнь. И мы помолимся с вами в этот воскресный день нашему Господу. Я не хотел никого не огорчить своим словом, потому что каждый, я понимаю, искренний христианин сейчас себя взвешивал, и я тоже, еще когда начинал готовиться. Вы знаете, и брат сегодня сказал, что при анализе у нас могут быть уныния, а я опять не таков. Друзья мои, ну, я не раз слышал служителей, которых авторитетных, которые везде знают, они часто бывают говорят, чем больше служу Господу, тем вижу больше, что я ничто, еще больше в нем нуждаюсь. Поэтому, друзья мои, Бог, когда нас и обличает, что-то говорит, это Он делает нам во благо, чтобы мы начали над собой работать, чтобы мы позволили Духу Божьему нас наполнить, чтобы мы смирились и покорились, и просто взыскали, и отдали все вопросы, понятные, непонятные, несправедливости. Это вы, знаете, ревнители такие есть за святость, за праведность, увидят где-то там что-то, у кого-то в семье или что-то, и начинают, как вы можете так? И там, знаете, огни целые загораются. Друзья мои, зачем? Зачем? Надо за собой следить. Поэтому, пускай Господь нас благословит, друзья мои, а мы будем благодарить нашего Творца, что Он тебя и меня спас, что Он тебя и меня возродил, и что сегодня тебя и меня Он проверяет, допуская в нашей жизни какие-то вещи, и бывает постыдно, что-то выходит, и нам стыдно за них, да, идти надо, прости, я не по божеству, прости меня, я не смог тебя покрыть, и так далее, друзья мои. Но это все Он делает для того, чтобы ты и я однажды с Ним были вечности, слава Иисусу. Помолимся Господу.